Подписывайтесь на мой телеграм-канал с важной информацией и анонсами. Ссылка в описании. Всем привет! Если вы смотрите это видео, то попали на мой канал. С вами Дрейв Фуэр. И сегодняшнее видео посвящено обновлению тир-листов на данный момент за март 2024 года. Напоминаю, что это у нас самые объективные, точные и правильные тир-листы из тех, которые есть. Мы стараемся каждый месяц делать с ребятами эти дополнения. В каждый тир объективно смотрим на новых персонажей. Ну и, соответственно, сравниваем их с теми, которые уже имеются. Кто-то падает ниже, кто-то остается на высоте. И за этот месяц, то бишь за март, у нас было 6 новых персонажей. И все они были трех атрибутов. Зеленые, оранжевые и фиолетовые. Именно эти три атрибута мы рассмотрим в этом видео. Потому что красный и синий не нуждаются в обзоре. Затронем также 4 тира ПГК, так как у нас все эти персы имеют суммарно 4 разных киллера. Арена и ПВП. Итак, начнем по порядку с ПВЕ. И первым у нас выступает фиолетовый атрибут, как и всегда. Итак, у нас добавилось 2 новых персонажа, как я и говорил. Это Шалонг и Мининас ТКВ. Собственно, они оба рядышком. Шалонг у нас является кастером с довольно мощным древом. Но довольно... С усредненным мувсетом без хавока. Ну и, естественно, Фрэнди плюс 1. То есть, никакого Фрэнди плюс 2 там и не пахнет. Вот. Давайте посмотрим с вами на этого персонажа в древе. Точнее, в ББС-симуляторе. Что он себе представляет? Вот он. Шалонг, чтобы быть точным. У него имеется при полном ХП 40 сада. Киллер нулевого отряда. Ну, то есть, намек на то, что этот перс идет исключительно в ГК. Больше он нигде не нужен. У него имеется гардбрейк, что не нужно особо ему, по крайней мере, не обязательно. Иммунитет к ослаблению, который хорош на ГК как раз вроде бы. А может и нет, потому что он паралич, я не помню, честно. А он паралич. У него 20 сада дополнительно к фиолетовым персам всем. Плюс 60 своих. 20 фулстамины. Суммарно, если по разным мультипликаторам посчитать, это будет где-то 40-60. Это уже сотка, 120, 140 сада с фрэнди плюс один. Повышенным шансом на наложение дебафа на всех оранжевых врагов. И КДР еще дополнительно в леве. Также дополнительный урон по кровотоку 60%. Благодаря вот этим вот двум скиллам будет очень много урона. Нету радиусов. И мувсет у него для дальника. Немножко непонятно мне, зачем ему дали вылет. Типа ближний прием сделали дальнику. Нет, такое, конечно, уже бывало. Дальникам давали ближние... Ой, ближникам давали дальние приемы по типу бриз воронки. Но... Ладно. Допустим. Неплохо. Тоже неплохо. Третья... Честно, такая себе. Так у него прям... Ну, грубо выразиться, залупа. В остальном... Норм. Поэтому ему самое место в S-тире. Так как на большее он не способен. Мини-нас. Это у нас ПВП Перс. Новая имба в ПВП. И... Ну, естественно, надо ее куда-то поставить в ПВЕ. И... Как оказалось... Не так уж и высоко она будет стоять. Да, у нее флори плюс два. В базе. У нее... При низком ХП 60% дамага. Ну и... В принципе, это все, что у нее есть. У нее нету даже гардбрейка. Она стоит рядом с Гином, у которого есть гардбрейк. Не просто так. У Гина... У него очень мало урона. В флоре плюс один у него очень довольно мало урона. Но у него есть гардбрейк и бим атаки. Что явно лучше для ПВЕ, чем... Тупо урон. Без гардбрейка, я напомню. У нас почти все прошлые ПВП-персы имели мародер, ну или хотя бы гардбрейк. В этот раз Минину обделили. Поэтому она находится здесь. Урона хорошо, много. Очевидно, больше, чем у Наханы, которая стоит внизу. Но без ГБ выше ей никак не подняться. Это объективно. Приступаем к следующему атрибуту. Это оранжевый. Mind Attribute. У нас также здесь два персонажа. Это Ванда Уайс и Юмичика. Перейдем сначала к более... Менее интересному. Ванда Уайс. Что он из себя представляет? Типичный надер с гардбрейком и очень высоким уроном. У него имеется в древе 160% надо по врагам, на которых не наложен дебаф. Что полезно? У него повышен радиус атак. Давайте мы с вами все это глянем прямо здесь. Здесь, да, как видите, у него имеется 30 надо в линке. 20 надо дополнительно командного, это уже 50. 40 здесь, это уже 90. И еще десяточка добавляется в ПВЕ отсюда. Если идти не по киллеру, то урона будет 100 надо. По киллеру еще плюс 30% к урону по киллеру. Но это не к надо урон прибавляется, а к киллеру. Не путайте. Урон по киллеру у него 20%. Плюс 30 будет суммарно 50. Надеюсь, вы меня поняли. У него есть фоллоуап. Что полезно. Да. И у него ДТ по ноофилам. Это... На самом деле хрень собачья. Она ему не нужна нигде. Вы можете сказать, но его же можно использовать в ПВП против Яхвы. В принципе, это ожидаемо было. Но поверьте, это... Это бесполезно. Это вам... Ну, это не нужно просто. Да, вы можете. Вы можете даже побеждать Яхву, потому что урон у него дофига. У него, к сожалению, нет иммунитета ни к одному из дебафов Яхвы, который может их запросто наложить благодаря своей воронке. Но вы можете попытаться что-то ему сделать. Ну, если вы как-нибудь там в четвертой и ниже лиги. Вот. Все, что выше, там уже по ситуации. Вот. Поэтому этот перс ни коим образом в ПВП не попадает. Ну, и туда и не планировал. Ну, и у него есть вот этот скилл. Мы к нему перейдем чуть-чуть попозже. Кстати, шалуна я зря закрыл. Ну, все-таки еще у нас есть куда посмотреть его древо. Да. Поэтому мы переходим к более интересному персонажу. Гораздо более интересному, который у нас где-то вот здесь вот находится. Это Юмичика. Этот нарцисс попал в 3С. Прикиньте. Статист Кангду. Ну, ладно, попал. Юмичик от 3С у нас. Охренеть, да? Ну, вы спросите, что же он такого-то? Почему он так высоко? Я вам даже больше скажу. Он является топ-2 оранжевого атрибута в ПВЕ. Топ-2 своего атрибута. Давайте же смотреть вместе, что у него такого. И, естественно, это его статы. Гардбрейк, спринтер, это мы пропускаем. Да, он медленный. Сразу говорю, он медленный. У него просто один спринтер добавляется. У него есть хавок. Неудивительно. ДТ по шнигаме-то бесполезная хрень. Урон с ульты ему не обязателен. Хотя есть викинг дефанс. У него френзи плюс 2. Милли дэмэдж. 120% буст-сп. Здесь не отображается, но у него линк 40% буст-сп. Плюс его еще 80, это 120. Плюс 2 френзи, к ним еще 10. Да, у него вроде в ПВЕ выходит не так много сада. То есть у него френзи плюс 2, 120% буст-сп и 10 сада. Ну, киллер у него нигде не используется. Поэтому, по сути, да, просто перс с кучей буст-сп и... Ну, у него, конечно, вот этот дебаф есть. Благодаря этому скиллу у него будет гораздо больше шансов накинуть на врагов дебаф и получить буст-сп. Но мы посмотрим на его мувсет. И у него есть бим, что уже идеально. У него есть турель. Не самый топовый скилл, конечно. И у него топовый скилл, как у Наханы. И да, он... Ну, по урону он постоянно будет с френзи плюс 2, 120% буст-сп практически всегда будет. И еще вот этот маленький процент. То есть, ну... Он крайне сильный и очень удобный. То есть, благодаря биму и АОЕ-серклу вот этому он будет тащить. Плюс он будет дофига дамага вносить своим турель-приемом. Он, конечно, далеко не такой удобный для ПВЕ. Но Бомбиету тоже имеет этот прием и находится в 3С. Ну, правда, у него первый прием гораздо хуже, чем вот этот. Ну, думаю, вы поняли все. Поэтому АОЕ-серклу у нас невероятно крутой перс. Поэтому он попадает сюда. Кстати, ему можно поставить... Да, не по атрибуту, но можно поставить Кангду. И у него будет 160% буст-сп. И тогда это будет отвал жопы. Вот. Поэтому... Юмичика имба. Ресы, кстати, никакие на что не повлияли. Так что не задавайтесь этим вопросом насчет них. Последний ПВЕ атрибут на сегодня это Зелёный. Два персонажа это Халибл и Рангику. Халибл, убийца нулевого отряда. Конечно, она же их так прекрасно знает. Ну, ладно. Опять у нас Рес Халя. Все уже давно поныли мы. Но вроде успокоились. Итак. Этот персонаж обладает довольно хорошим древом. Так как вы увидели, что она попала в 2С. Естественно, Мид Манс на 3С не потянет. Ну, по крайней мере, не ТКВшный Мид Манс, как было, например, с СНОТом и Бьякуей. Она имеет Хавок, что уже хорошо. Это намекает на дерьмовый мувсет. Но не спешите разочаровываться. У неё из урона всего лишь 160 сада. То есть у неё урон по бездебафным. Есть Гард Брэк, Спирс, Айрон Скин и Хит Хидден Анимес. То есть 3 этих скилла есть у неё. Это супер. Фарм, КДР. Здесь у неё дроп Супербанк. Она фармер, мощный. И давайте взглянем на её мувсет. Не самый дерьмовый шейф, бим и фуллскрин. Отличный. Ну ладно, хороший мувсет с высоким уроном для 2С. У нас с таким же уроном находится Тенса Зангетсу. Да, у него лучше мувсет, естественно. У него бим, сёркл, фуллскрин. Это явно лучше. Гораздо лучше, чем шейф в любом его исполнении. Сёркл, конечно, будет лучше, чем бим на втором. Но, тем не менее, он тоже практичный. Очень даже. Поэтому персонаж заслуженно стоит в 2С. Конечно, не топ-1, естественно. Но она в 2С. Вполне заслуженно. Да. Было бы у неё Фрэнди плюс 2 и 160 берс, тогда она была бы в 3С. Потому что у нас есть Синджумару, у которой именно так. Да. И перейдём сразу к Рангику. Рангику. Да-да-да. Вот она. Супер Зизи. Честно, персонаж получился довольно проходной, но, тем не менее, заслуженно сидит всё-таки в 3С. Конечно, она там, ну, практически на нуле... Ой, ну как, ну, практически с краешку она тесняет только Бомбиету. То есть, она стоит за Айзеном. Айзен всё равно остаётся непоколебимым. Вот. Давайте же рассмотрим, что в ней намешали Клаб Геймс. У неё 40 сада при фулл стамине. Также у неё есть... А, ну всё, да. 40 сада при фулл стамине у неё. Два Фрэнди. Буст СП. И повышен урон по дебафам. То есть, в принципе, у неё урона... Ну... Дофига. То есть, у неё 40 сада. С Фрэнди плюс 2 и бустом СП. Это много. Даже очень много. Да, у неё всего лишь 40 сада. Но, тем не менее, у нас есть СНОД. Который, конечно, имеет урон по дебафам невероятный. 40-40. Но у него меньше сада, чем у неё. Потому что у неё 40. У него 0. Вот. Но мувсетом они... Ну, тоже отличаются. У него, естественно, фироприём лучше. У неё гораздо хуже. Вот. Но у неё фулл скрин. То есть, в принципе, они плюс-минус схожи. И поэтому вполне рангико может находиться в 3С. Даже получше Бамби. Потому что у Бамби турелька. И у Бамби первый приём... Ну, кстати, у неё первый приём лучше. Но у неё урона меньше. Да. Приём вроде... А что, тема так меньше? Ну, хотя у неё фрэнди плюс 2 и бустом СП. В общем. Перс. Получился. Неоднозначным. Но... Если сравнивать её с... Даже той же Унаханой. То, ребята... Ну, урона тут явно больше. На целый буст СП. Так что... Тут, в принципе, и думать нечего. То есть, фрэнди плюс 2. 40 сада. То же самое. Только с бустом СП ещё. И доп. уроном по дебафу. Буст СП это сильный, ребят. Очень сильный. Поэтому он решает. Вот. Именно у Бамби как раз, кстати, это и решает. Поэтому она настолько высоко. Да. Вот такие пироги выходят. По зелёному атрибуту. На самом деле, пока я сейчас смотрел, это я что-то начал думать. Много о рангику. Но потом понял, что нет. Всё нормально. Всё нормально. У нас есть пирсы, которые на том же уровне. Поэтому у нас есть квинсичек, у которого тоже мупсет засранный первым приёмом. Но у него... У него... У него больше урона. У него ещё и КДР есть. Так что это вообще топ-тема. Вот. Таким у нас вышел зелёный атрибут. Да и, в принципе, атрибутные ПВЕшные тиры. Дальше мы переходим к гильдийным квестам. Гильдийные квесты у нас всего 4 штуки. Начинаем с Аранкар. Рангику. Она у нас... Поскольку она имеет на один френде больше, чем Ичига, но она всё же хуже, чем он. Так как, во-первых, у него 2 топ-дебафа. У него Шерд Комплект Статус Иммунити. Это тоже полезный навык. И у него Контроль Воронка есть. Что тоже радует. Поэтому он будет получше. Но, тем не менее, она тоже заслуженно стоит в этом тире. Так как, ну, в сравнении с персами ниже, она имеет всё же куда больше урона. И вот. Именно поэтому она находится тут. В принципе, больше тут обсуждать нечего. По мувсету у неё всё плохо, но... Играть ей там можно. Кстати, она подходит по иммунитету ещё. Так что тоже вообще чётко. Чётко. Следующий это No Affiliation. У нас добавился здесь Ванда Уайс. Ну, этот Крикун у нас, вот он, сожрёт сейчас у вас. Он, очевидно, находится на первом месте. Тут даже думать не надо, потому что перс, который имеет 2 флури при 160... Ой. При 100... Нет, подожди. У него 2 флури. 40. 60. 90. 90 плюс 30. 120. 120 процентов надо. При флури плюс 2, 120 надо. И ещё громадный урон по киллеру. Он сильнее, чем любой, кто есть здесь. В этом вот... В этой табличке. Так что заслужено своё первое место в саппортах он заслужен. В капитанах Менина. Без гардбрейка. Флури плюс 2 голые. До лоу хп очень сложно дойти будет. Гораздо сложнее, чем... Куруяшки дойти до пол хп и получить свой буст урона. Поэтому она стоит здесь. У неё есть пояс. Флури плюс 2. Она уже мощнее и лучше, чем вот этот вот пёс. Иммунитет у неё тоже есть. Так что вполне себе достойно. С тира. И последний. Это гк тир, в котором аж три новых персонажа записалось. Шалун. Посильнее деда будет со своими усилениями. Потому что у него аж, я напомню, 140 сада и ещё урон по лассирейту. Что очень круто. Вот. Ну да, в принципе. Это почти на уровне деда, у которого 160 сада. По без дебафу. Халя. На том же уровне, что и дед. Одинаковый урон. Абсолютно. Никакой разницы. И мувсет у обоих... У него топовый, а у неё чуть похуже. Ну а юмичка это новая замена Тошу. Потому что... Ну... Ну... Помимо 120% буст СП, и ещё доп. уронов ГК. Вот этого вот. И вот этого вот. И у него есть вот это вот. Даже... То есть, мы, помню, обсуждали тему, там, насчёт того, а... Может... Не лучше ли Тошик Айса Гав? Ну, типа, у Тошика так-то есть Шерд Комплистации. У него есть откат приёмов при активации его Гауджа. Конечно, у него нет Гауша Рэмпейджа, что замедлит очень сильно заполнение шкалы. Но, тем не менее, КД у него есть. Это полезнее, чем урон. Но юмичика в соло затащит лучше, намного лучше и быстрее, чем Тошик. Потому что юмичике не нужно напрягаться. У него всё есть. У него повышенный шанс на дебаф. Враги фиолетового атрибута там будут гулять. Он на них спокойно может наложить дебаф. Даже если он этого не сделает, не проблема. У него три френзи. 30 сада. И ещё огромный урон по киллеру. А наложив дебаф, он получит 120% буст СП. А с таким мувсетом отличным, как у него. Ещё и с этой турелью, которая, кстати, имеет шанс наложить дебаф. А у неё там 45 ударов, я напомню. А с френзи плюс 3 их ещё больше, кстати. То, ну, очевидно, что он лучше, чем Тошик будет. Поэтому он на первом месте. Урон у него дохренища. И это в базе. Да. С бустом СП там становится оверпауэр. Поэтому такие результаты. И переходим к последним двум тирам. Это ПВП. В котором у нас появилось менее нас. Да. Я думаю, никто не будет задавать вопросов. Почему она на втором месте. Но если вдруг у вас проснулся такой вопрос. А поскольку это видео с обзором террористов, я не могу не сказать, почему она всё-таки попала на второе место. А не на первое, как, наверное, кто-то мог подумать. Во-первых, у Орихимы надбим. Как минимум. А во-вторых, у неё есть дебуст. С щитами. Без мульти барьеров, конечно, но всё-таки. И это уже, как минимум, её выигрышный вариант. Её надбим. Это... Ну, это... Кто играл, тот понимает, что это такое. Ящик с ультой. Это фигня. На расстоянии с насквозь трёх врагов спокойно может отлупить. Вот. Это единственный дальник. ПВП дальник, который есть буквально в... Во всём тире. Ну, вот, вот, знаете, где крайний дальник присутствует? Во-вот он. В Б сидит. Вот она. А, ну, ну ладно, улькиоров. А. Этот вот. А. А. А-тир. А. Понимаете? В А-тире у нас дальник сидит. С замедлением. И двадцатью надо. А этот ещё и с бимом. Она, очевидно, будет лучше. Да. У этой на десять процентов больше урона на лоу хп. У неё на мид хп уже пятьдесят процентов надо. А у неё на лоу шестьдесят. Вот. Но десять процентов или над бим с дебустом и барьерами, я думаю, всё-таки лучше то, что у неё. И поэтому спешу сразу ответить на ваш вопрос, какая же теперь самая метовая тима. Объясняю. Ари Химе, Мени Нас, Мени Нас, неважно. И Яхве. Дебуст имба. Мощь имба. И Супер Буст. Тоже мощный. Вот и всё. Вот вам имба тима. Если у вас нету Рейхимы, тогда берите Деда. Если у вас нет Менины, берите Ишина. Если у вас нет Яхве, можете попробовать выбить Чада. Но если уж у вас и этого всего нет, ну переходите на обычный буст. Но если уж у вас совсем всё плохо, то можете пойти без буста и взять просто Ореху, Менину и Ишину, например. Или Деда. Но лучше заиметь Яхве. Будет лучше. У вас и тима сильнее станет, ещё и можете понизить статы врагов. Отменить имбу, если, конечно, у них нет такого перса. И всё. Кастеров не смотрите. Это так. Там любой кастер может подойти. Ну кастер сейчас не... Кастеры это мёртвый пвп. Это мёртвый вариант. Они здесь нужны чисто для галочки. Не используйте кастера в высоких либах. Это абсолютно бесполезно. По той причине, как минимум, то что 4 лучших пвп перса подряд, они все бессмертные. Только Яхве будет умирать. И то, кстати, не факт. Потому что все эти смогут спокойно сбить атаку вашего кастера. И вот так вот заглотите. Поэтому кастеры в пвп снова умерли. Они переродились во времена небессмертных. И сейчас снова погибли. Помянем. Ждём кастера с игнором неуязвимости. И последнее. Это арена. Честно, в неё мы добавили пока только одного персонажа. Это мини-нас. Потому что как дефенсив, как танкованный перс, она почти как дед. Так что, почему бы нет. Насчёт остальных мы пока ничего не распределили. Надо ещё ими поиграть. Арена требует немножечко больше времени. Если перс сразу непонятен. Поэтому посмотрим. Пока что выглядит так. То есть добавился один персонаж. На этом всё. Все эти тирлисты вы можете разглядеть подробно в деталях в моей группе ВКонтакте. Сокровищница драйвичера. Ссылка есть в описании под видео. В телеграм-канал переходите. На бусте. Все остальные ссылочки тоже затроньте. Не забудьте про лайк, подписку, комментарий. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно пишите. Скорее всего, вам на них ответят. Потому что всё, что нужно, я рассказал в ролике. Если вы чего-то не поняли, это уже не мои проблемы. Но если что-то нужно дополнить вам к тому, что я говорил, то без проблем. В остальном обсуждайте с другими игроками. Я же своё всё вам показал, объяснил. Пользуйтесь, сохраняйте. На Тирмейкере, кстати, тоже ПВЕ тирлисты есть. Там именно по всему атрибуту. То есть без киллеров именно атрибутные. То есть если вам пофиг вообще на киллер, вы хотите чисто по атрибуту посмотреть, какие лучшие персы в ПВЕ. Там всё есть. Там прям по порядку они стоят. Также объективно, также обоснованно. На этом всё. С вами был Дрейфуэр. Увидимся в новом ролике. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok